Состоялась презентация шестого по счету календаря жемчужины ММК. В этом году его темой стала магия. На каждой странице своя история. Модели парили над крышами домов, плавали на матрасе на озере Банном, взрывали хлопушки с красками Холли. Все волшебство творческой группе приходилось создавать собственными руками, ведь один из главных принципов проекта. На снимках должно быть минимум фотошопа. Подробнее о том, как проходили съемки и о результате работы, расскажет Евгения Солохудинова. Они встречаются, как близкие друзья, обнимаются и делятся воспоминаниями о том, как создавалось настоящее волшебство. На презентации календаря жемчужины ММК собрались дизайнеры, стилисты, модели. Сегодня они впервые видят результат большой работы. Камеры их телефонов не выключаются ни на минуту. А работа над новым фотошедевром благотворительного фонда «Я – женщина» началась еще в сентябре. Именно тогда состоялся кастинг на календарь, в котором по традиции приняли участие работницы различных подразделений по ОММК. Из 72 претенденток было выбрано 12 моделей по числу месяцев в году. Тогда они еще не подозревали – их ждет настоящее приключение. Темой календаря стала магия. Но так как у строителей сразу пообещали – фотошопа в снимках не будет, волшебство пришлось творить своими руками. Девушки должны были парить над крышами домов. Для этого нашли батут – плавать по озеру на матрасе с чашечкой кофе. И здесь работали по-настоящему, замерзая, но не теряя бодрости духа. Реально на этих съемках было все – от летящих книжных страниц и дыма до лепестков роз, не спадающих с зонта. У нас выплывал матрас с банного озера, мы его ловили, мы обратно его… Девочки у нас все мерзли. У нас пошел дождь, уже последний кадр, когда мы снимали гирлянды, у нас все были провода подключены к машинам, к розеткам, к току. И вот эту секунду мы буквально всей командой все держали тены, мы сфоткали, все завернули и убежали. И пошел такой дождь сильный. Регина Носова должна была эффектно раскрутить стакан с водой, чтобы получился красивый кадр. На первый взгляд задача простая, но на реализацию этой идеи ушло больше всего времени. Пришлось сменить два наряда, вылить не один литр воды. Очень классно и весело. Мы на эту съемку затратили два часа, я промокла, всех намочила. Но было очень интересно и запоминающе. Вот этот календарь останется на всю мою жизнь в памяти. А Екатерина Собакарь, представляющая июль, в прыжке раскидывала краски Холи. В этом деле смеется. Было важно сохранить лицо. Именно так правильно кинуть. Первый кадр меня закидали, у меня все лицо было зеленое. Да, да. На меня Вера, когда посмотрела, мне кажется, что так испугалась, что же делать с макияжем. Пошли перекрашивать, пошли там что-то ретушировать. Над календарем по традиции трудилась большая творческая команда фотографов, дизайнеры, стилисты, ассистенты-помощники. Руководитель фонда «Я – женщина» присутствовала на каждый из съемок. На презентацию приехать не смогла, но призналась – получилось создать настоящее чудо. Согласны с ней оказались все. У нас в следующем году уже юбилей у Паула Монка. И этот календарь преднесет такое энергетическое настроение волшебства в каждый месяц следующего года и будет радовать своими образами всех, кто будет смотреть на этот календарь и смотреть даты определенного месяца. Календарь был выпущен тиражом 300 экземпляров. Половина из этого количества разойдется по основным подразделениям комбинатов. Вторая половина находится в свободной продаже. Все вырученные средства будут направлены на помощь тяжело больным. детям.